Австралии нет шариату. Запад против исламского экстремизма. Антирасисты против стереотипов. Уличные бои в Мельбурне. Война всех со всеми. Аль-Каида против хуситов. Саудовская Аравия против шиитов. Распутает ли сделка с Ираном ближневосточный клубок или столкновение интересов завяжет его намертво. Песах Седер. Обама ест мацу, сравнивает темнокожих американцев с иудеями и говорит о чудесах свободы. В чем идеалы свободы путинской? Угроза терроризма, распространение влияния группировки исламское государство, активизация Аль-Каиды, опасность создания Ирана ядерной бомбы. Все это привело к росту антиисламских настроений на Западе. Общество разделилось. Наглядный пример того, что ситуация накаляется, продемонстрировала сегодня Австралия. Настоящие уличные бои без правил. В бой вступили группы, выступающие против исламского экстремизма и противники любых проявлений расизма. Полиция арестовала несколько человек в Мельбурне. Конным стражам порядка пришлось выстроить живую стену между противоборствующими сторонами. На акции, организованные движением «Восстановление Австралии», выкрикивали антиисламистские лозунги, были развернуты плакаты «Да, Австралии нет шариату». Антирасисты же настаивают поборники западных ценностей и демократии, муссируют классические стереотипы о мусульманах и подогревают антиисламские настроения в обществе. «У них есть проблемы с мусульманами, потому что они не понимают. Мусульман просто боятся. Это неправильно. Страх тут не помощник». Напомним, что Австралия оказалась среди стран, пострадавших от джихадистских терактов. Утром 15 декабря прошлого года Харон Мани взял в заложники посетителей кафе. Погибли два человека. В ходе спецоперации террорист был ликвидирован. Пентагон испытал усовершенствованную противобункерную авиабомбу. Ее масса более 13,5 тонн. Союзники США таким оружием не располагают. В случае провала переговоров с Ираном американские военные готовы были уничтожить даже самый укрепленный ядерный объект на территории Исламской Республики. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники. Пентагон продолжает фокусировать внимание на возможности обеспечения военного варианта действий в отношении Ирана, если на то возникнет необходимость. «Мы никогда не перестаем контролировать ситуацию», — заявил собеседник американского издания. Специалисты утверждают, что испытанная бомба — это мост между существующими противобункерными бомбами и ядерным оружием. Так что тезис «хочешь мира, готовься к войне» никто не отменял. Тем более, что подписанное рамочное соглашение между странами-посредниками и Ираном — это лишь основа для продолжения переговоров. Наблюдатели отмечают, что «шестерке» нужно было подписать хотя бы какой-нибудь документ, чтобы сохранить дипломатическое лицо. Этого не произошло 31 марта, но 2 апреля под бумагой появились подписи. Теперь новый срок — 30 июня. Речь уже идет о всеобъемлющем договоре. Ситуацию осложняет Йемен. Тегеран поддерживает шрифских повстанцев. А наземная операция на Аравийском полуострове неизбежна. У Саудовской Аравии и давнего противника Ирана все для этого готово. Рамочное ядерное соглашение и грань между войной и миром не на Шамуге, а в Ближневосточном кубке. Террористы вступают в игру. Йемеская ячейка Аль-Каиды взяла штурмом тюрьму в портовом городе Эль-Муккала и освободила 300 заключенных джихадистов. Экстремисты, присягнувшие на верность исламскому государству, полностью контролируют морскую гавань, находящуюся всего в 800 километрах от столицы страны Саны. Гражданская война. Ситуацию в Йемене иначе не назовешь. Все против всех. Хуситы, шиитские мятежники продолжают осаду Адена, крупнейшего портового города на юге страны. Против них – суниты исламского государства. Бои с исламскими террористами и шиитами, и сунитами ведут проправительственные войска, оставшиеся верными бежавшему из страны президенту Хадди. Против армии в разных регионах страны выступают также и сторонники бывшего президента Салеха. Разрубить Йеменский узел пытается коалиция во главе Саудовской Аравии. Но во время бомбежек в ВВС стран Персидского залива гибнут мирные жители. Это на руку повстанцам-хуситам. Они пользуются растущим недовольством йеменцев. Клянусь Всевышним, их действия ненормальны. Мы не потерпим такую несправедливость. Останавливать Саудовскую Аравию мир не готов. ООН, как обычно, лишь призывает и констатирует. Только за последние две недели в Йемене убиты 519 человек, из которых 90 – дети. Москва и Пекин пока занимаются эвакуацией своих граждан. Если в случае России эта эвакуация шла с задержками, то китайцы для предотвращения проблем высадили в Йемене свой спецназ. Интенсивные бои ведутся, главным образом, днём и вечером. Утром столкновений меньше, поэтому мы эвакуируем иностранных, подданных в этот промежуток времени. Сегодня ВООН по инициативе России состоится внеочередное заседание совбеза по Йемену. На повестке дня вопрос о введении гуманитарных пауз в авиаударах. Москва настаивает на скорейшем прекращении военных действий и выступает за налаживание политического диалога для урегулирования конфликта. Настрой Кремля не нравится Риаду. Эксперты не исключают, что королевство будет пытаться заключить с Москвой сделку. По сути, аналогичную сирийской – миллиардные контракты в обмен на сдачу Башара Асада, плюс гарантию возврата высоких цен на нефть. Саудовская Аравия развернула широкую кампанию по поиску союзников в борьбе против шиитов-радикалов. И она добилась определенных успехов. Так в йеменских портах высадились египетские десантники. Каир все-таки решил рискнуть и поучаствовать в операции. Во-первых, потому что об этом настойчиво попросили финансовые партнеры из Риада. Во-вторых, у Египта региональные амбиции. Аль-Сиси сразу после своего прихода к власти продемонстрировала желание Каира урегулировать ситуацию в секторе Газа Ливии. А сейчас стремится внести свой вклад и в разрешение йеменского конфликта. Однако участия Египта недостаточно. Саудовцы признают, что имеют дело с отрядами террористов, у которых не только тяжелое и стрелковое оружие. У нас сейчас ситуация, когда боевики контролируют баллистические ракеты, а теперь еще и ВВС. При таком развитии событий сценарий наземной операции всегда должен быть на готове. Таким заявлением арабский дипломат стремился не запугать партнеров по коалиции, а привлечь новых. Страны Запада, для которых появление ухуситов баллистических ракет представляет серьезную угрозу режиму нераспространения. Однако пока американцы отказываются от полномасштабной операции. Они лишь готовы заправлять саудовские самолеты в воздухе, а также предоставлять силам коалиции разведданные. Вашингтон не намерен водить войска на Ближний Восток ради саудовских интересов. Напротив, Белый дом пытается разрядить ситуацию в регионе, заключая сделку с Ираном. На этой неделе вместе с партнерами мы достигли соглашения с Ираном по ядерной программе. Это рамочное соглашение – результат дипломатической работы. Это хорошая сделка. Она не позволяет Ирану создать бомбу. Эта сделка не основана на слепом доверии, а на беспрецедентно мощной системе мониторинга. Если все получится, и Иран будет действовать в рамках соглашения, то мы сможем обезвредить одну из величайших угроз безопасности и сделать это мирным путем. Хорошая сделка с Ираном поставила под угрозу существование еврейского государства, вечного антагониста режима Айятоу. Да еще и обострила идеологическую борьбу между непримиримыми соперниками – шиитским Тегераном и суннитским Эр-Риадом. Снятие санкций с Ирана вернет стране статус полноценного геополитического игрока. Все объемлющее соглашение будет беспристрастным. Иранцы не собираются обманывать международное сообщество. Мы останемся верны обязательствам, если наши партнеры выполнят обещания со своей стороны. Но если однажды они изменят выбранному пути, то иранский народ будет волен выбрать свой путь. В ближайшие три месяца Ближний Восток может спать спокойно. До заключения всеобъемлющего соглашения Иран вынужден вести себя прилично и не втягиваться напрямую в конфликты в регионе, в том числе на юге Аравийского полуострова. А значит, иранскому примеру будут следовать радикалы Хизбалы. Но вот после июня Израиль и Саудовская Аравия обещают действовать по принципу нулевой толерантности. Нина Шамугия, RTVI. Как известно, Обама попытался убедить Нетаньягу по телефону в том, что США всегда будут на страже безопасности своего партнера Израиля. И вообще президент Соединенных Штатов заявил, цитирую, «пока не будет согласовано все, ничего не будет согласовано». Конец цитаты. Ну и в знак особого почтения и уважения Барак Обама и первая леди США устроили в Белом доме пасхальный седр. Супруги не только отведали Мацу, но и прочитали историю выхода евреев из Египта в особом религиозном изложении. Было отмечено, что освобождение из рабства ради свободы на земле обетованной ключевой момент не только еврейского, но и американского наследия. «Этой ночью уже седьмой год подряд я устраиваю седр в Белом доме. Исход из Египта не был прост и быстр. Стремление к свободе требовало победы веры над страхом и смелости над успокоенностью. Как сынам Израилевым и их предводителю Моисею, нам верено никогда не терять надежды на то, что впереди нас ждут лучшие дни. В нашей стране мы можем продолжить двигаться к более совершенному союзу. А по всей земле мы способны множить чудеса свободы и мира, процветания и безопасности. Вместе мы сможем продолжить тяжелую работу по исправлению мира». Вот так Обама поздравил евреев всего мира. А его российский коллега обратился к иудеям России. Владимир Путин справедливо заметил Песах иудейский праздник. «Этот праздник особо почитается последователями иудаизма. Он обращает их к событиям глубокой древности и освобождению евреев из рабства, к великим идеалам свободы, справедливости и созидания, которые и сегодня имеют общечеловеческое значение. Отрадно, что жизнь еврейской общины в нашей стране активно развивается». Я напомню, ровно неделю назад президент России в обращении к Лиге Арабских Государств отметил, что необходимо решить вопрос создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Ранее на встрече с представителями международных общественных и религиозных организаций он заявил, что главный пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс был талантливым человеком. «Геббельс же говорил, чем невероятнее лошадь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Вот мне кажется, что и сегодня те, кто передергивают историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм и наоборот поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее лошадь, тем быстрее в нее поверят». Продолжаем выпуск. О 70-летии освобождения Братиславы, о боевом братстве и необходимости избегать любых обострений на европейском континенте говорили министр иностранных дел России и президент Словакии. Кстати, Андрей Киско, как и большинство западных лидеров, отказался принимать участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. Причина – украинский кризис. И вот Сергей Лавров сам поехал в Братиславу. Речь на переговорах шла и об урегулировании ситуации в Украине, а также о соблюдении сторонами минских договоренностей. Параллельно со встречей перед президентским дворцом прошла акция протеста. Собравшиеся выразили недовольство внешней политикой России. «Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать наши отношения к имперской агрессивной российской политике, к ее представителю. И ничто не заставит нас пойти на попятную». В аннексированном Крыму полным ходом идет первый призыв на военную службу вооруженной силы России. Крымские призывники 2015 и 2016 годов будут служить только на территории полуострова. Медицинское обследование проходит около 500 молодых людей. Будущие солдаты должны быть как на подбор, заявляют члены комиссии, занимающиеся этим подбором. «Мы предъявляем жесткие требования призывникам как по состоянию здоровья, по физической подготовленности, по морально-психологическому состоянию и другим критериям. вооруженные силы будут отобраны и направлены в самые лучшие из лучших». В комиссариате Севастополя уверяют, у клонистов нет, служить рвутся и девушки. Но приоритет – ребята. Две трети отобранных севастопольцев отправятся на Черноморский флот. Призыв не касается жителей полуострова, уже отслуживших или освобожденных от армии в Украине. «Пошел служить так, потому что считаю, что любой уважающий себя мужчина должен уметь защитить в нужный момент свою родину, своих родственников, будь то жена, дети, мать, отец. И в непростое время он должен их защитить». Вы смотрите новости на РТВ и лидер КНДР уверен, чтение книг должно стать составной частью военной подготовки бойцов Корейской народной армии. Ким Чен Ын посетил одной из частей военно-морских сил республики и побывал в местной библиотеке. Там он отметил важность изучения курса революционной истории. Ким Чен Ын приказал более тщательно изучать опыт антияпонской партизанской борьбы и проводить учения в условиях реальной войны. Главнокомандующий наблюдал за имитацией торпедной атаки. В качестве поощрения глава КНДР сфотографировался вместе с офицерами и солдатами и подарил им автоматы два военных бинокля. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова